ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Мы хотим жить в государстве, где законы превалируют. Правильно, конституция. Именно конституция превалирует. Такие ли самые жесткие ограничения во всех странах. Да не рассказывайте, в Одессе работает все. Все от и до. Правильно, вот это и напрягает, что не в Одессе. А вы знаете, что в Одессе области хотят закрыть некоррективность? Я вас прошу, ТСВ сказала вам или ТВПМР? Хотят, чтобы закрыли, правильно. Люди, которые там работают, живут, люди живут и они все видят, знают. Товарищ полковник, я бывший министр связи и информации, в курсе. Я знаю, как делаются новости на ТВПМР, поверьте мне. Да, да, да. А при том, а при том. А при том, что когда идут промывания мозгов абсолютными цифрами, рассказывая о том, что сегодня заболело 3 человека, а вы знаете, что у нас на сегодняшний день смертность по сравнению с предыдущим годом ниже. Где тот коронавирус, расскажите мне, пожалуйста. Вы, депутаты Верховного Совета, должны были поднять этот вопрос еще 15-го числа, когда было отменено чрезвычайное положение. Вы этого не сделали. Вы этого не сделали. Наши избранники. Не надо проверить. Не надо проверить. Не надо проверить. Видать народу это хорошо в Америке. Это правительство нехорошо. Не надо проверить. А вот семья и все остальные потребности. На сегодня люди прибегли. Не умеют. Сегодня как-то нужно. А они за данную искусству не дают этим всем гражданам заработать. И прокомментируют. Мы многого не можем. Мы хотим ездить на работу и весять сию каждый день. Не только работа. Если у моего мужа на той территории, на той стороне, мать одинокая, инвалид по зрению. Родственников вообще нет. Вообще. Нам отказали? Нам отказали. Муж уехал. Муж 7 месяца. Я многодетная мама. Трое детей. Сейчас на доме. Хран ломается. Одно другое. Я и баба, и мужи. Вот мой транспорт передвижения. Велосипед. Они должны были отказаться. Мне сказали. Я 10 раз уже писала. Я и звонила. Отказ. Муж пусть езжает на карантин в 2 недели. А маму что? Убивать хранителей в доме застарелых. Им выгодно все равно. Сегодня тоже за то, чтобы эта пандемия и карантин закончились. А мне очень много обращаются к понимателям. Дружи и автомателям вот предпринимателям. Я очень вас понимаю. Существует вот эта пандемия. Вот этот карантин. Это COVID-19. Вот то, что там рассказывают, чего нет. Это то, что и есть. То есть спросите тех людей, которые в больнице. И спросите тех, кто потерял свои листы. Чем? Подождите. Я скажу. И тогда тут надо смотреть две стороны. Одни страдают, другие это самое. Другое дело, что действительно, в больнице нет такой вспышки. Нет такого. Нужно пересмотреть, кто не в больнице собирается. Поэтому эти вопросы можно задать представителям в больнице. Очень плохо, что они где-то там в Тирасполе. Там, конечно, больше и зараженных, и больше проблем с этим. Там людей побывают. Можно? Чем вы докажете? Вот машина перед вами. Водителя вызывает. Пускай показывает документ, что он имеет тест прохожденный. Мы его не боимся. Он едет с Румынии. Чем вы докажете? Давайте. Давайте водителя вызывайте сюда. И пускай показывает. Он говорит на камеру. Есть у него тест. Мы тоже боимся этого водителя, что он привозит сюда этот вирус. А это какой тест Лаковец-19? Да. Да? Да, где тестил? Ну, тест. Нам факут тест. Но мы... Ну, нам факут. В бассейне можно 80 человек. Вот показываю. 100 человек упало в бассейне вчера. Шериф. Значит, это нормально. А мы не можем поездить. А вы знаете, что в Бендерской крепости в этом самом ресторане проводились свадьи? И так далее, пока шел карантирует. Слышите. Слышите. Вопросы? Кому-то можно, кому-то нельзя? Вопросы? А мы не можем. Два с половиной месяца были без зарплаты, без работы. Еще такой же период мы не переживем. Мы надеемся просто на нормальное отношение человечества. И говорить о том, что вы сами выбрали свою судьбу, то, что вы работаете в Редине или в Молдове, это некрасиво. Потому что нас поставили в такие рамки. Мы здесь, всех поголовно, работали здесь в ПМС. А пока кто-то не решил, что планка 4 тысячи, это не вот так, а вот так, можно еще урезать и сидеть и работать. Есть норма, которая дает возможность ограничения прав. Законом о чрезвычайной ситуации. Вы говорили, мы вам не мешаем. Да, извини. Поэтому есть нормы, которые ограничены. Например, чрезвычайная ситуация. Например, война. Например, таких случаев в жизни очень много. И права ограничиваются. Сегодня такие права, в пандемии, в мировой пандемии, ограничены во всех цивилизованных странах. В том числе Германия, Икалия, Европа. Вы не... Кого вы слушаете? Сегодня границы закрыты. В Германию можно поставить. В Чехию можно, в Украинскую можно. В Польше можно поехать. Вот позавчера человек уехал и доехал. В Германию доехали, в Париж доехали. Для граждан Молдовы границы закрыты. Все уехали. Да, две секунды. Еще раз объясняю. Конституционное право передвижения людей через границу, в том числе и также по территории Приднестровья, может быть ограничено только одним конституционным законом о чрезвычайных ситуациях, на основании которого было введено чрезвычайное положение, которое было отменено 15 июня. Все действия власти, которые происходят сегодня, после 15 июня, антиконституционны. Господин Чорбович, вводите в ситуацию положения людей, обманывайте. Пожалуйста, граница открыта. Пожалуйста, только в одну сторону. Открыта в обе стороны или в одну сторону? В обе стороны. Я еще раз повторяю. Час назад, почему возник этот митинг? Час назад, человек 15, сколько там это самое, были аннулированы их пропуска. На что было сказано, на что было сказано, звоните в Оперштаб и вам там выпишут новый пропуск. Вопрос, какое право имеет Оперштаб ограничивать права, конституционные права граждан? Никакого. Я с пяти утра звоню в Оперштаб, не мог дозвониться. Распоряжение правительства не имеет таких полномочий, товарищ полномочий. Мы вам еще раз говорю, граница открыта, пожалуйста. Здорово, Арменька. Туда не звоните. Пожалуйста, без гарантии. Сейчас, товарищ полковник, сейчас уже вопрос не в открытии границы. Сейчас вопрос, подождите, секундочку, секундочку, сейчас вопрос уже не в открытии границы. Сейчас вопрос о снятии тех незаконных. А снятии? Вы говорите вот сейчас, и завтра будет открыт. Да вы сами себе не верите, вы улыбаете. Кто улыбается? Мне селся просто в глаза сверху. А если она скрыта, то вы должны заехать и выехать. Я сейчас проеду, меня пропустят туда и обратно. Конечно. Обратитесь в оперштаб, заявление, мы писали, что до 12 часов, до 12 часов, с соблюдением карантинных требований в республике Молгова вы вернетесь без ничего. Оперштаб, 60 звонков, не берут трубку, мне надо вон к институту. Я не хочу сидеть, потому что я одна работаю. Вам надо вон к институту сидеть. Да, надо было еще 3 месяца назад, и меня садили на карантин. Я одна работаю. Вы закройте границу. Граница открыта была, вас вводят в заблуждение. Вы вводите, грамотство закрыто. Вы вводите, грамотство закрыто. Вы обманываете людей. Кто у вас обманывает, пожалуйста? Я вот обманывающий человек. Я пошел до границ, меня вернули. Почему вы людей обманываете тут? Кто людей обманывает? Почему я утром, когда выезжал, не сказали? В течение 12 часов, пожалуйста. В течение 12 часов верните. В течение 12 часов верните. Некоторые были пропускать туда и обратно. У меня два схода. Два месяца пропуск. Я у аннулировал. Вот такой причине, вы знаете, не знаете. Я вам предлагал, давайте сейчас оставим список. Будет представитель штаба, вот депутат предлагал. Этот вопрос мой закроет. Вы же не хотите никак. Ну, я же говорю, когда возникла эта проблема, я же созвонился с представителями за перфину штаба. Он говорит, пожалуйста, людей пропускать. Выпускать. 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 Все вопросы, которые у вас накопились, вы можете будете задать представителю оперштаба, он приедет... Он приедет... Давай, давай. Субтитры подогнал «Симон»